сегодня у нас есть возможность поговорить о вопросах безопасности на сайтах знакомств и не только со специалистом до экспертной рекомендации сегодня мы получим от руководителя и мэй акадами и школы кибербезопасности раисы федоровской и сейчас будем на связи да доброе утро доброе утро давайте поговорим в начале в целом о сети каких афер следует опасаться сегодня в интернете афер очень много если говорить о моих топ-5 этого года я бы назвала во-первых мошеннические кинотеатры мошеннические театры мошеннические стендапы это первое второе это мошеннические выплаты то есть когда вы видите рекламу соц сетях рекламу в поисковиках о том что наше государство готово вам выплатить определенную сумму или банк возможно какую-то помощь связанную с ковид и так далее затем мошенничество на досках объявлений и маркетплейсах когда вы хотите продать или купить что-либо и в результате вы оказываетесь не только без товара но без денег и без карточных реквизитов это вопросы крипты но крипто вам предлагают ложиться в крутые крипто проекты якобы созданные нашими банками которые якобы получили уже на крипту лицензии но в результате на ваш девайс устанавливается удаленное программное обеспечение с помощью которого происходит допуск вашему интернет-банку bank ID и так далее ну и конечно топ-1 это наши незащищенные мобильные телефоны потому что сейчас у нас все подвязано к мобильному телефону соответственно в любом случае если его взламывают или если угоняют симку или если вы просто банально его теряете то там у нас мобильные приложения там у нас где вы можете представить что что следует после этого в таком случае вопросик а вот если ты сразу увидишь что это аферист как вот вы реально сразу определяете что имеете дело с аферистом вы знаете честно зависимости на какой площадке ты встретил и в какой ситуации ты встретил мошенника да то есть у них есть отдельные признаки но я бы сказала такой обобщенный признак что если вдруг вы очень сильно заволновались находясь у телефона либо находясь у своего девайса то я имею ввиду компьютеры то в любом случае или вы сильно обрадовались или вы сильно огорчились то это один признак того что возможно происходит мошенничество сейчас объясню просто возможно здесь нужно говорить не о признаке о защите то есть когда что-то вас очень-очень обрадовала или что-то очень вас огорчила например ваша карта заблокирована а обрадована например вау вы получили миллион выигрыш да то вместо того чтобы пускать свои эмоции в этот момент просто нужно остановиться и попить водички и вот в то время которое пройдет вы остановились и попили водички а вы уже поймете сами что это мошенничество а у меня вот такой вопрос вы говорили о телефонах одея на самом деле очень ну и часто слышала что могут происходить какие-то аферы здесь а вот как нам обезопасить свои телефоны что вы посоветуете какие-то дополнительные пароли дополнительная идентификация вот что делать вы знаете кстати по поводу телефонов существует большой большой список к сожалению правил безопасности которые нужно выполнить но надо выполнить хотя бы минимальное потому что все таки из тех ситуациях которых телефоны крали или проходили взлом идеи то у клиентов просто не было банальных средств защиты телефона а именно как минимум установите пожалуйста пароль на вход блокирование экрана это минимум все равно это будет фейс это будет тач это будет пароль но главное установить это первое второе установите пароль на сим-карту люди забывают о том что ладно пароль на девайс нужно еще установить пароль на сим-карту к сожалению большинства людей не знал большинство людей это заводские настройки 11100 мошенники это знаю и сделайте так чтобы когда вы получаете сообщение на заблокированном на заблокированном телефоне на экране телефона вы ведь не видели его конфиденциальную часть да очень удобно когда ваш телефон лежит заблокированный приходит например какое-либо сообщение вайбер или сама скатбанка вы видите ее полностью но вы же понимаете если у вас телефон будет украден то полностью эти эсэмэски будет видеть и в том числе эсэмэски с банковскими кодами будут видеть мошенники даже не взламывая ваш телефон это минимум рыса скажите пожалуйста вот стоит ли связывать свой профиль на сайтах знакомств с аккаунтом в других соцсетях то есть насколько вообще вот это открытости там искренности она безопасно не безопасно в публичном пространстве знаете а я скажу так я понимаю почему люди связывают свои аккаунты на сайтах знакомства с социальными сетями и я скажу так поверьте что настоящие мошенники знают как за 10 минут как минимум используя вашу фотографию определить ваш в разных в разных соцсетях которых вы даже себя не указали на которых вы есть поверьте поэтому да поэтому чтобы вас не рассматривали что вы мошенник чтобы вас мог партнер проверить перед тем как с вами выйти на связь то я считаю что указание своих социальных сетей ни к чему плохому не приводит при условии если вы со своих социальных сетях не постите то что потом может играть против вас а именно я имею ввиду что и если вы постите информацию личного характера то вы понимаете что вы информацию этого личного характера как минимум не можете использовать для своих пароли например что я имею ввиду сожалению наши люди это человеческая слабость когда составляет даже индивидуальный уникальный пароль он возьмет там имя собачки имя ребенка год рождения ребенка и так далее вы меня поняли к чему даже я веду о том что подобрать потом наши пароли в том числе а к интернет-банкингу в том числе социальных сетях будет очень легко и в том числе когда мы постим информацию до например о своей работе и так далее мы понимаем что мошенники уже обладают персональной информации о нас и когда нас будут обрабатывать они будут использовать эту информацию поэтому каждый раз когда мы что-то постим или хотя бы когда нас фейсбук спрашивает вашу дату рождения то хотя бы подумать и сказать ну ладно я переживу если меня не поздравят мой день рождения пускай поздравил меня самые близкие люди но я укажу неправильную дату да потому что наша дата связка плюс наше наше имя никнейме поверьте в ботах вы наруете все вплоть до наших скан копий наших паспортных данных да что ж такое то да вот это да ну спасибо огромное спасибо большое я бы еще о многом спросила но у нас к сожалению нет времени спасибо большое давайте еще будем встречаться и мы будем теперь внимательнее будем внимательнее вопросах кибербезопасности спасибо да предупрежден значит вооружен да и мы говорили о безопасности в интернете с руководителем и эмэй академии и школы кибербезопасности раисой федоровской а утро дома продолжается